Будь прославлен Будь прославлен Будь прославлен Будь прославлен Пойте, брат! Аллилуйя! Благослови Господь! Во имя Иисуса! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Поздайте славу Богу! Добрый вечер! Хорошее поклонение! Я попрошу, чтобы слева перешли в середину, справа перешли все в середину. Пожалуйста, идите! Воздайте славу Богу! Добрый вечер! Добрый вечер! Жив Господь! Хорошее поклонение! Музыканты, вы это знаете, вы должны сидеть здесь. Садитесь, пожалуйста, садитесь! Рад быть с вами! Приятно видеть вас! Бог делает ставку большую на вас! Вы можете со мной разговаривать? Аминь, да! Сказать согласны, бунтуем! Знаете, я хочу помочь вам. И не только вам, хочу помочь вашим родным, вашим сверстникам, друзьям, которые с вами дружат. Деяние апостолов, 26 глава, с 15 по 19 стих. Апостол Павел разговаривает с Господом и говорит, я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И веруя в меня, получили прощение грехов и жребия с освященными. И 19 стих. Павел говорит, поэтому царь Агриппа я не воспротивился небесному видению. То, что мы здесь читаем, в 26 главе, есть полная версия встречи апостола Павла с Господом Иисусом Христом. Дух Святой почитал нужным, чтобы эту историю, эту встречу апостола Павла с Иисусом, деяние апостолов зафиксировано три раза. То есть мы должны понять, что встреча с Господом это самое важное событие в нашей жизни. Вы слышите? Пишите, пожалуйста. Реальная встреча с Богом это самое важное событие в нашей жизни. Поэтому Дух Святой в одной книге Деяния апостола в три раза описывает эту встречу. Это первое. Если у тебя будет реальная встреча с Иисусом, ты не останешься никогда прежним. Твоя жизнь изменится радикально. То, о чем я хочу сегодня проповедовать тебе, учить, наставлять, это поможет тебе вырваться из воронки. Это поможет тебе избавиться от всякого мучения, от всякого страдания. Это поможет тебе освободиться от ненужных вещей в твоей жизни. И ненужные траты времени и энергии, на что ты тратишь, и на что сегодня молодежь тратит. Это очень серьезное слово. Хотя здесь в основном подростки, молодежь, но Бог вас имеет в виду очень серьезно. Может, вы себя так серьезно имеете в виду, как Бог вас имеет серьезно в виду. Поэтому вам не надо дождаться до определенного физического, духовного возраста, чтобы у вас состоялась эта реальная встреча с Иисусом. Он может прийти к вам тогда, когда вы возжаждете Его. Когда вы молитесь, когда вы реально от сердца, со страстью придете в тайную комнату или на служениях, или сегодня, или вечером, или на утренних молитвах, где угодно, в машине, дома, везде. Вы скажете, Господь, я хочу, чтобы ты явился мне, как ты явился апостолу Павлу. Как Савлу. И поэтому Савл что? Стал Павлом. Я думаю, что многие из вас устали от самого себя, от своего характера, от своих дурных привычек. Я думаю, что многие из вас устали от своих внутренних проблем, внешних проблем, от обстоятельств, которые вас окружают. Только Иисус может изменить все вокруг вас. Смотрите. Здесь написано, Савел спрашивает, кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Господь Иисус говорит, я, Иисус, которого ты гонишь. Почему Иисус сказал Савлу, что ты меня гонишь? Можем ли мы сегодня задать себе вопрос сами? Онлайн смотришь? Можешь задать этот вопрос сам? Гоню ли я Иисуса? И в чем это выражается? Почему Иисус сказал Савлу, что он гонит Иисуса? Потому что Савл, который убивал христиан, убивал последователей Христа, считал, что он живет правильной жизнью? Он считал, что у него есть ревность по Богу? А теперь скажите мне, пожалуйста, сегодня у нас нет такой ревности по Богу, и мы живем более иной жизнью, чем апостол Павел или Савва в прошлом, да? Можем ли мы сказать, что мы живем в гармонии с Богом? Или в чем выражается, что я гоню Иисуса? Если я живу той жизнью, которой не планировал Иисус, это означает я гоню Иисуса. если я живу неправильно жизнью, это означает я гоню Иисуса. Павел считал, что он живет правильно, но он противился Иисусу. Сегодня многие молодые считают, что они живут правильно, и они считают, что они просто должны ходить в церковь, просто должны с родителями ходить в церковь, просто должны петь песни и все. Но смысл веры, смотрите, религия, она убивает людей. Вера готова умереть за людей. И вот до встречи с Иисусом Савел убивал людей. В этом он считал себя правильным ревнителем закона, ревнителем Бога, ревнителем веры иудейской. Но Господь Иисус посетил Савла. И реальная встреча с Иисусом абсолютно покажет твою неправильную жизнь. Реальная встреча с Иисусом покажет твою неправильную жизнь, неправильное поведение, неправильное мышление. Многие вы в семьях, многие не в семьях, большинство не женаты, не важно, во всех отношениях, но встреча со Христом изменила жизнь Павла. Смотрите, до Христа Савел готов был и дальше продолжать убивать христиан. После Христа за веру. Но после встречи со Христом Савел готов был уже, который стал Павлом, готов был умереть за веру. Большая разница убивать за веру или умирать за веру. Это означает о великом глубоком посвящении Богу, что Он не остался таким же, каким Он был. Поэтому, знаете, я не могу понять ни людей, ни взрослых, ни молодых, ни подростков, которые во время служения, во время побазания могут выйти в кафе, на улицу, сидеть на скамейках, тратить время или сидеть в телефонах, когда в то время Бог хочет встретиться с тобою. Когда Господь Иисус не просто он пришел встретить с Павлом, мурашки побежали, он себя почувствовал хорошо. Он пришел с конкретным заданием для Савла. У Бога есть конкретное задание для тебя. Ты не знаешь это задание для себя, как и Савел не знал это задание для себя, но Бог знал это задание для Савла. Ты не знаешь свое призвание и свою судьбу, но Бог знает твое судьбу от тебе. И Бог уже проговорил многим и продолжает говорить. И как важно серьезно относиться к тому, что Бог имеет в виду. Что мы не просто ходим в церковь, что мы просто церковники, что мы не просто церковная молодежь, а что мы служители. Говорит, я пришел к тебе, чтобы из тебя сделать служителем и свидетелем моим. Вы слышите? Я, говорю, тебя избираю служителем и свидетелем того, что ты видишь и что я открою тебе. Это так сильно видишь то, что Бог тебе покажет. Это так сильно, что Бог тебе откроет. И Он открывает твое призвание. Послушайте, и здесь Он говорит, что, чтобы ты пошел, я, во-первых, сам тебя избавлю от этой религиозной системы, от прошлой твоей жизни. Бог может избавить тебя от твоей прошлой жизни. Вы слышите? И дает видение, чтобы ты, говорит, людей вытащил из тьмы к свету, от сатаны к Богу, чтобы они пережили прощение грехов для своего спасения. Ты думаешь, что если вот здесь я знаю, я знаю, это не секрет, не вы первые, последние, которые идут этими путями, что греховные мысли, греховные желания, во мне они были в вашем возрасте, тем более. Мы все идем этими путями. Вы думаете, что если вы имеете греховные желания, греховные мысли, ваши сверстники, ваши друзья в миру не понимают проповедь о прощении или нуждаются в проповеди о прощении, прощении грехов и спасения, чтобы вырваться из-под власти тьмы и жизнь во свете. Но чтобы вы могли это делать, вы сами перейти, должны перейти во власти тьмы в свет. и поэтому нужна эта встреча со Христом. Бог сюда вас собрал не для того, чтобы развлекаться. Он реально хочет с вами встречаться и дать вам задание, открыть вам что-то и главное в этих в общих, во всем обобщает апостол Павел в 19 стихе и говорит, царь, я не стал противиться небесному видению. Казалось бы, вы слышите? Казалось бы, Савел встречается с президентом, с царем, с министром. Он должен говорить о каких-то государственных программах, проектах, о культуре, о политике, образовании, экономике. Однако, он говорит о более серьезных вещах, глубоких, божьих программах и это подсчитал самым важным. Мы должны знать, о чем мы должны говорить со своими учителями, со своими директорами, со своими там руководителями, мэром, губернаторами, где мы встречаемся, с кем? О главных вещах, о главном призвании, чтобы вы встретились со Христом, у вас была реальная встреча. Это самое сильное свидетельство, которое может влиять на сознание даже президента, царя Агриппы и современности твоей. я вас призываю к серьезности и к серьезному отношению ко Христу, к Его призванию, к Его посланничеству, к небесному видению. Почему это важно? Потому что если ты не будешь в один небесным видением, ты будешь в один видением из преисподней. только небесное видение вытащит тебя из-под власти видения ада. Ад тоже имеет видение на тебя. Дьявол имеет видение на тебя. Смерть имеет видение на тебя. Вы думаете, это что, наркотики это ерунда? Вы думаете, что ваши сверстники не погибают от наркотиков? Вы думаете, что ваши сверстники не погибают от алкоголя? Вы думаете, что ваших сверстников не насилуют дядьки, не блудят, не еще где-то, еще что-то? Поэтому это видение ада для молодежи. Но есть видение неба для молодежи. И вы должны заразиться, как апостол Павел заразился этим небесным видением. Он говорит, я так заразился, я так был захвачен этим видением, что я не мог противиться этому видению, что я вынужден был послушен. Если вы не можете быть послушным, то вы по-настоящему не встретитесь со Христом. Я говорю онлайн, я говорю и вам, и взрослым, и всем. Эта тема, она и для взрослых, но я хочу разговаривать на эту тему с вами. Почему важно? Почему это важно? Потому что апостол Павел, встречаясь со Христом, получил настоящую вечную цель от Бога. И его жизнь начала наполняться со смыслом. Вы понимаете, когда человек без видения, молодой человек без видения, любой человек без видения, это как корабль бескормчий. Волны будут кидать. И корабль не будет, будут бить волны по кораблю. И корабль не будет никуда, не будет двигаться. И в конечном итоге потерпит кораблекрушение. И пойдет на дно моря. И вот что и делает с молодыми людьми, и даже многими с молодыми христианами, и тем более в миру. Вот эти волны, какие волны? Волны наркомании, волны алкоголя, волны блуда, волны депрессии. Послушайте, разные волны. Вот так кидает неправильная, неверная дружба, неверные. Эти войны между молодыми, это все кидает по тебе, ты как корабль. Ты не останешься на плаву, как и они не остались на плаву, даже будучи на церковных скамейках, если останешься на церковных скамейках без небесного видения. Без небесного видения. Поэтому в многих семьях проблема. Между мужем и женой проблема трясет, потому что у них нет видения от Бога на свою жизнь, на свое призвание, на свою судьбу, на своего ребенка, на свою семью, на свой дом. Пока было видение, ты был дисциплинирован, ты сгруппировался. А не было видения или видение пропало, ты возвращаешься к прошлому жизнью, прошлой греховной жизнью. Послушайте, я дам вам эти некоторые истины. Я вижу, что Бог вас очень сильно любит и с вами разговаривает по-зрелому. Он не воспротивился небесному видению. Цель вечной или небесное видение так сильно захватила его, что именно это помогло ему быть послушным. Послушай, если христианин, если верующий не может быть послушным к Христу, значит, у него не было этой настоящей встречи. Настоящая встреча со Христом тебя пленяет по мазанию, тебя пленяет присутствию. Вы, 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 вы не первые молодые. Я покаялся в свои молодые годы, мне было 23. Я понимаю, здесь 14, есть 20, есть 23, 28, 27, неважно. Неважно, в каком возрасте. Если ты встречаешься со Христом, вот это помазание будет пленять, и ты в свои молодые годы будешь посвящать Богу, Христу, ни греху, ни проклятию, и тебя колбасить не будет. Многих взрослых колбасит. Вы хотите, чтобы Бог избавил вас от этого, вы избавились от этого мучения, двойных стандартов, двойной жизни, всякого мучения во имя Иисуса. Многие из вас не имеют надежды, не имеют веру, и поэтому попадают под влияние этого мира. Какого влияния? И что происходит, и что делает? Без цели, люди страдают. Вы слышите? Песня небесного видения, люди страдают. И живут во тьме. Люди страдают и мучаются. И живут во тьме. Без небесного видения, даже на церковных скамейках, многие люди, молодые люди, взрослые люди, неважно, без небесного видения, без этой высшей цели, люди живут во тьме. Только небесное видение вытащит тебя из-под власти тьмы. Из-под власти сатаны. Это то, о чем говорит Господь Иисус Савлуа, говорит, чтобы ты обратил людей от сатаны к Богу. Сатана удерживает это видение. Сатана пришел украсть, убить и погубить. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. И вот они мучаются от чего? От неуверенности и бессмысленности. Понимаешь, почему ты не уверен в себе? Почему ты чувствуешь пустоту? Почему для тебя жизнь бессмысленная вообще? И почему ты потом думаешь, зачем мне ходить в церковь, и здесь все бессмысленно? Нет! Просто ты не встретился со Христом и не получил видение на свою жизнь. Видение на свою судьбу и видение на свое служение. И тогда все наполняется смыслом и рождается уверенность, и ты понимаешь, что за тобой стоит Бог. И ты уверен, потому что ты сын Божья, потому что ты дочь Божья, ты имеешь мощнейшую идентификацию с небом. И есть главное задание обратить людей от тьмы ко свету. обратить людей от сатаны к Богу. Ты должен этим вооружиться. Вот что хочет Иисус. Вот что для тебя имеет Господь Иисус, чтобы наполнить твою жизнь со смыслом, с энергией, с жизнью. Вы понимаете, почему люди, молодежь, погибают без небесного видения? Погибают люди. Без цели люди погибают. Им нечем заниматься. Погибают от наркотиков, погибают от алкоголя, режут свои вены. Разве не так? Разве не режут вены? Даже христианские молодые режут свои вены. Жизнь не хотят. Ищут любви. На стороне ищут любви, где не нужно искать этой любви. Потому что без небесного видения втягиваются в ненужные дискуссии. Воины поддаются чему? Манипуляции. Жертвуют всем ради неправильных отношений, вместо того, чтобы искать жизнь. Вместо того, чтобы активизировать поиски Бога. Вместо того, чтобы активизировать поиски небесного видения, тратим, молодежь тратит на эти ненужные вещи, на те вещи, которые их губят. Разве не так? Езжайте на кладбище. Езжайте на кладбище, увидите, сколько ваших сверстников там лежат. И то, что вы здесь сидите еще, это по милости Божьей. Это означает, что у Бога есть план для вас. У Бога есть небесное видение. И поэтому, неважно, сколько тебе лет, молись Богу, я хочу по-настоящему встречаться с тобой. Я хочу получить видение на свою жизнь, на свое служение. Я хочу иметь. Тогда ты успокоишься. Когда вечно приходит, вечное приходит, знаешь, до небесного видения, до встречи со Христом, у меня было много планов. Я планировал. Знаете, когда произошла настоящая встреча, и карьера была, и юристом хотел был, и прокурором, и министром, и тем, и тем, и тем, и мстиц хотел, и того хотел. Но когда пришел Иисус, открылся мне, это все куда-то ушло. Ушла вся греховная жизнь, ушли все эти амбиции, ушло все. И я вообще не жалею ни грамма, ни секунды, что я посвятил свою жизнь Христу, и я уже столько времени, я Его служитель и свидетель Его славы. И продолжаю это делать. Главная моя задача вытащить людей из-под власти тьмы, как вчера я говорил на служении, вырвать из-под заблуждения. Потому что от реалий. Небеса реальны. Я вырываю людей из-под власти сатаны, проклятия, колдовства, бесовщения. Послушайте, сколько свидетельств, сколько чудес вы знаете. Вы знаете. Вы растете быстро. И вам некогда потом еще что-то. Смотрите, притчи Соломона 29,18. Притчи Соломона 29,18. Я хочу, чтобы ваша жизнь стала дисциплинированной, конкретной, потому что это вам кажется, 29,18, это вам кажется, что вся жизнь впереди. Знаете, мне недавно было 23, когда я покажался. Мне недавно было 18. Мне сегодня, в этом году будет 56. Быстро пролетело. И ваша жизнь быстро пролетит. Если вы будете долго, знаете, вот, думать, раздумывать, чем заниматься, молиться, пастор прав, не прав, у меня есть еще время, вы упустите все. Поэтому благодарите, что Бог еще некоторым дал служение, некоторые имеют ответственность в церкви. И быстрее возьмите за ответственность в церкви все за какое-то служение и просите настоящей встречи со Христом. Человек, который по-настоящему встретится со Христом, он больше не может жить по-прежнему. Никогда. Никогда не возьмет сигареты в рот. Никогда не вернется к прошлым грехам. Никогда. И вот 29-18 написано «Без откровения свыше народ не опуздан, а соблюдающий закон блажен». Без откровения свыше, без небесного видения. Народ не опуздан, народ не дисциплинирован. Без откровения свыше ты теряешь свою дисциплину. Ты теряешь свою дисциплину и ты попадаешь в непослушание. Не мне, как человеку, не мне, как пастору. Ты попадаешь в непослушание Христу. Ты попадаешь в непослушание Слову Божьему. И у тебя нет целеустремленности, у тебя нет дисциплины. Ты не можешь свою энергию, свою жизнь, свое время, свое ресурси аккумулировать на правильные вещи. Дьявол это приходит и расточает, и транширит все. Ты на шпагат садишься между миром и церковью. Ты не знаешь, где твои друзья настоящие в церкви или в миру. Ты не знаешь богослужителей сатане. Ты не знаешь быть святым или крещить. Ты мучаешься, ты на распутье. Но когда эта встреча состоится, ты успокоишься. Придет покой, твоя пустота наполнится и небесное видение откроется. Цель придет от Бога, смысл появится в твоей жизни. Тогда ты поймешь смысл твоей веры, хождение в церковь. Люди, которые теряют свое видение, возвращаются к прошлому. К прошлым грехам, к прошлым привычкам, к прошлым друзьям, к прошлой жизни. Вот что делает отсутствие видения. Вот почему надо подогревать видение. Вот почему надо получить видение от Бога на свою жизнь. Проект от Бога на свою жизнь. И то, что я планирую, не то, что я хочу. Савел тоже планировал свою жизнь. Я планировал свою жизнь. Я думал, я буду тем, 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 тем. А Бог сказал, нет, ты этим не будешь. Ты будешь моим служителем, ты будешь моим свидетелем. Я хочу, чтобы ты открыл имя Христа, имя Бога людям. Все. Я положил это все под ноги Христа. мир убивает людей, мир убивает молодежь без небесного видения. Я хочу сказать, что ты не исключение, даже на церковных скамейках. Сколько мы знаем детей верующих, которых убил мир, потому что они были без небесного видения. И это не шуточки. Их убил не просто духовно, а физически. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Дьявол заберет твою жизнь в любой момент, если ты останешься без небесного видения. Не ты дышишь, а Бог дает дыхание. Не ты ходишь, а Бог направляет твои шаги. Бог держит, Бог защищает, Бог хранит. Им живем, им существуем, им движемся. Надо смириться перед Ним. Бог гордым противится. Ты даже не можешь понять, что ты гордишься. Ты даже можешь и не понять, что ты противишься Христу, как Савел не понимал. Савел сказал, что ты гонишь меня. Поэтому не противься Христу. не противься Слову Божьему, не противься этим откровением. Молись Богу, сказать, Господь, открой, дай мне видение в мою жизнь. Я хочу реально встречи с тобой. Как пастор сказал, посети меня, наполни меня. Я хочу пережить эту встречу, я хочу пережить это общение, я хочу пережить твою славу, я хочу получить видение от тебя на мою жизнь, на мою слушание. Если это не сделаешь, если не небо будет направлять твою жизнь, то мир будет направлять твою жизнь. Если не небо будет управлять твоей жизнью, то мир будет управлять твоей жизнью. Если не Христос будет управлять твоей жизнью, то дьявол будет управлять твоей жизнью. Кто-то будет управлять, кто-то будет направлять молодых людей, подростков вас и будет направлять твою энергию куда? Никуда. Куда ты тратишь свою энергию? Болтовню? Пустословие? Грех? Кокетничаешь? Осуждаешь? Хочешь эту энергию вкладывать в грех? Убьет тебя. И самое страшное, что делает еще дьявол, он направляет молодежь в виртуальный мир. Мы становимся виртуозами. Мы живем в социальных сетях. Вместо нашего жительства не физический адрес, а в виртуальный, в социальных сетях. Какой твой адрес в соцсетях? Чем там ты занимаешься с утра до вечера? Лучше пропадать в присутствии Божьем, чем в социальных сетях. От этого Божьего благословения и полезности в твоей жизни. Успех в твоей жизни и благословение зависят не от социальных сетей. Не социальные сети тебя будут обеспечивать, водить, направлять. Если они возьмут тебя, понимаешь, они для тебя станут что? Идолом. Социальные сети станут твоим Богом. Твоим Богом. Идол. Ты поклоняешься им? Что такое идолопоклонство? Кому ты больше времени тратишь? Отдаешь. Это и твой Бог. На кого ты тратишь больше времени? Больше энергии? Это и твой Бог. С Библией, молитве, присутствии Божьим. На видение от Бога. На что? На что ты тратишь? И это серьезно. Ты не можешь управлять своей жизнью. Ты не можешь управлять своим настроением. Ты не можешь управлять своей душою. Ты не можешь. Ты не можешь. Ты не можешь удержать свой гнев. Как ты можешь отвечать за свою судьбу без Бога, без Христа? Ты не можешь опознавать свою плоть проклятую, распоясывать плоть, амбиции, похоть. Ты не управляешь. Ты не хозяин своей жизни без Христа. И дьявол погубит любого. И никто не будет виноват в этом. Ни родители, ни братья, ни сестры, ни церковь, ни муж, ни жена. Никто. Ты сам. Это был твой выбор. Савва, он сам встретился со Христом. Его судьба изменилась. Радикально изменилась. Он из убийцы превратился в спасителя. Любой, кто встречается из проститутки, превратится в спасителя. Неважно, мужского рода проститутка или женского рода проститутка. Мало того, что сегодня есть мужского, женского, послушайте, сегодня есть лесбиянство, гомосексуализм. Никто не застрахован от этого без Христа. Дьявол погубит. Потом гендерная революция. Мы можем прикрывать, прикрывать свои грехи, обвиняя других. Это виноват. Поэтому я себя так веду. Нет. У апостола Савла было письмо заказное, целое. У него был приказ. И он должен был исполнить этот приказ. Он был подвластный. Он был подвластный. И он исполнял чужой приказ, как и вы исполняете чужие приказы, когда идете на территорию дьявола. Вы все равно исполняете чье-то поручение. И живете по видению кого-то. Либо небо, либо ад. Либо дьявол, либо Христос. Вы можете смеяться, вы можете игнорировать. А давайте возьмем твоих друзей на пальцах считать, кого не стало. Кого же дьявол погубил, отправил в тот мир. Раньше времени. Кто же повесился? Кто же порезался? Кого же изнасиловали? Кто уже до замужества, до женизбы, уже детей рожает, беременные? И это нормально? Почему? Потому что нет небесного видения. Нет цели этой главной. Элементарно, если человек поставит перед собой цель, видит свое тело другим, он начинает тренироваться. Разве не так? Он начинает работать над своим телом, дисциплинироваться. Садится на диету, правильно? Есть цель. И все меняется через полгода, через год, через три года. И ваша жизнь изменится, если вы поставите эти цели правильные от Бога. Приходя к Богу, приходя Его присутствие. Только Бог знает, потому что Он сотворил тебя. Он соткал тебя в очреве матери. Не родители, да, мама родила, папа чуть-чуть помог, но Бог соткал тебя в очреве матери. Ни родители, ни папа, ни мама не знают, как ты образовался. Только Бог знает, как ты образован, потому что Он образовал тебя в очреве матери. Он поставил этот ДНК, эту генетику, эту судьбу, этот код генетический в тебя. Он только может расшифровать. И он знает, для чего он тебя создал. Не для того, чтобы дьявол поиздевался над тобой. Использовал, и потом мусорный ящик бросил, мусорное ведро. И потом на кладбище похоронили. И вот то, что вы слышите, хочу вот что сказать. Без небесного видения любой попадет в ловушку дьявола. Дьявол любого словит. Это не важно, молодой, подросток, духовно, сколько, в 30 лет, не важно. Физически, 50 лет, не важно. Любого. Любой попадет в сеть дьяволскую. Только небесное видение тебе даст направление. Только небесное видение тебе даст скорость, энергию. И чтобы ты состоялся на этой земле. Поэтому апостол Павел говорит, я не стал противиться. Я не стал противиться, я ваше послушание. Поэтому прими решение не противиться. Войти в послушание тому, что Бог говорит тебе. Жизнь в послушании. И будешь иметь благословение в послушании. Само послушание уже благословение. И само послушание приводит к благословениям. Само непослушание уже проклятие. И само непослушание уже приводит к проклятиям. Неполноценные семьи в миру. Это проклятие. Неполноценные семьи. Дети-сироты. Растут без матерей, без отцов. Вообще без родителей. Это проклятие. Вам нужен Иисус. Вам нужна встреча с Иисусом. Реальная встреча. Настоящая встреча. Вы думаете, что когда вы были маленькие в коляске, ваши родители к вам не подходили? Но вы их не переживали и не понимали. Правильно? И Бог к вам может прийти. Но вы уже взрослые. Достаточно взрослые, чтобы вы поняли, что Бог посетил вас. Достаточно взрослые, чтобы вы поняли, что у Бога есть видение для вас. И Он знает ваш язык, ваш уровень понимания. И Он может донести до вас видение. Вам просто надо быть открытым. Вам просто надо захотеть соглашаться. Если Бог дает вам это слово, это означает, Он приготовил вам великую судьбу. Потому что от Бога не может быть серых, проклятых, маленьких, убогих судьб. И неважно, в каком ты возрасте. Это ты решаешь. Апостол Савел мог отвергать Бога. Дальше с ума сходить. Дальше гнать. Как Иисус говорит, Савел, Савел, что ты гонишь меня? А кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Многие сидящие здесь гонят Иисуса. Поэтому жизнь пошла под откос. Поэтому все не так ладно идет в своей жизни. А вместо того, чтобы соглашаться и сказать, Господи, это же правда. Только ты заинтересован во мне. Только ты заплатил цену за меня. Только ты пролил кровь за мою жизнь. Только ты умер на кресте за меня. Больше никто. Никто. Кто тебя хочет одурачить. Кто тебе говорит, я типа люблю, но тебя втягивает в свои греховные сети, использует тебя, удовольствие получает. И потом, когда надо будет, пошла вон, пошел вон. Дура, одержимая, никудичная, конченая, идиотка, дешевка. А Христос, Он единственный, который любит. Поэтому молодежь, подростки, народ, без откровения свыше, не обуздан. Живет в хаотичной жизни. Поэтому, знаете что? Когда у вас есть дисциплина, у вас есть послушание, вы знаете, во сколько лечь спать. Вы знаете, во сколько проснуться. Вы знаете, для чего просыпаетесь. И для кого просыпаетесь. Не просто там учиться в школе. Не просто там зарабатывать деньги. Не просто получить образование. Не просто работать, еще что-то. А есть более высшая цель. Небесное видение. Видение с неба от Бога. Вот это сильно. Вот это вас сделает сильными. А вот это вас сделает устойчивыми. Против проклятия этого мира. И только тогда вы можете спасти кого-то. Потому что, если вы сами тонете, как вы можете спасти того, кто тонет? Если вы сами во тьме, как вы можете нести туда свет? Нет. Не можете нести свет? Если свет, который в вас, цма, то какова же цма, говорит Библия. Какова же цма? Поэтому вы нужны Богу. Вы нужны Богу. Вы нужны своим сверстникам. И Бог нужен вам. Как никогда. Я удивляюсь, когда дьявол в последнее время, чем ближе к концу, тем больше дьявол свирепствует. А тем больше бесы успокаивают христиан, церкви, молодежь. Не надо воевать, не надо молиться, не надо кричать, не надо вести духовную брань. Это сатана, это ложь дьявола. Посмотрите, что происходит с этими церквями. Они превратились в часть религиозной системы. Они превратились в гуманистические церкви. Они превратились в церкви антихриста. Церкви антихриста. Тысячи молодежи поклоняются не Христу. Поют песни христианские, но поклоняются антихристу. Поклоняются гуманизму. Поклоняются человеку. нам нужен иисус нам нужен иисус вам нужен иисус вам надо молиться этой молитвой господь посети меня я хочу пережить это настоящее присутствие который пережил апостол павел я хочу пережить это настоящее твое посещение который изменил бы мою жизнь мое сердце мое мышление мою судьбу мое будущее мое будущее мое будущее только небесное видение дать тебе будущее только небесное видение дать тебе надежду тебя нет надежды тебя руки опустились потому что потерял небесное видение ты сложил оружие потому что ты потерял небесное видение послушайте братья послушайте сестры я хотим что во всех структурах был так вот смотрите эвану 7 лет у него есть цель у него изведения каким-то образом и у него есть много таких сверстников даже в этой структуре видео есть поменьше но у них есть цель поэтому они воскресенье приезжают многие раньше церковь чем их родители родители приходят только на служение а у них изведения приходят на то чтобы служить это маленький пример у него есть цель он так школу не встает как ради виде не встает церковь он так охота в школу не идет как идет церковь чтобы служить потому что это бог это присутствие это иисус это дух святой это сила божия и так может быть в каждой структуре в каждом служении каждая ответственность каждая цель подтягивает дисциплинирует а то я был на служении обманываем родителям а нас не было на служение теперь фае сидел теперь я вышел в туалет ты не заметил и не заметила учелы жжете не играйте не делайте двойные стандарты если вы служите служить дьявол любом случае он хитер без христа он любого богу поэтому задача этого служения этого послания чтобы во первых вас вытащить из-под власти тьмы к свету из-под власти сатаны к богу направить вы не знаете ой сатана ко мне не пришел я не видел никакого рогатого с копытой с хвостом он не придет дьяволщина это что это шприцы в подъездах дьяволщины это презервативы в подъездах это изнасилование это блуд это нечистота это порнография наркотики это дьяволщины колдовство то что видите евровидение они реально пропагандируют они реально поклоняются сатане поэтому если вы не будете частью небесного видения вы будете частью видение из преисподней если вы не будете служить христу вы будете служить греху а библии написано возмездие за грех смерть смерть причина смерти грех жало смерти грех смерть и это вам не шуточки мы не играем в бога мы не играем веру мы не играем служение я не играю церковь я посвятил свою жизнь все свои молодые годы я посвятил христу и я не жалею ничуть ни секунды и оставшаяся моя жизнь она вся та же принадлежит христу также принадлежит богу только богу только христу только ему и я счастлив в его присутствии я благословляю его присутствие и бог меня благословляет потому что я реализую небесное видение а свои не свои планы не свои проекты а то что он мне говорит и господь сказал можно сказать попросил чтобы я два понедельника имел встречу с вами потому что он хочет вас поднять он хочет вас благословить он призывает вас вы понимаете он призывает вас он зовет вас каждого он призывает вас это небесный зов это зов вечности это зов из вечности ваши сердца ваше сознание и как ты будешь реагировать от этого будет зависеть твое будущее от этого будет зависеть твое будущее она может быть божественным она может быть не божественным твою будущее она может быть прекрасным она будет не прекрасным каким ты хочешь видеть свое будущее будущее своей семьи время будущее своих детей а вы выросли скоро пожените замуж будете очень быстро этот начнёт рождать детей быть из себя религиозными бабушки мы в церкви или помазаны бабушками в церкви выйти из себя религиозными дедушками в церкви или помазаными дедушками в церкви каким и вы себя видите, это будет зависеть от небесного видения. Поэтому я молюсь за вас. Я люблю вас. Я ревную вас. Я благословляю вас. Чтобы Бог посетил вас. Чтобы Бог посетил вас. Чтобы небесное видение захватило вас. Чтобы пленило вас. Чтобы не грех пленил вас. Ни проклятие, ни бесы, ни дьявол, ни наркотики, ни блуд, ни нечистота вас пленила. А Христос пленил. Присутствие Божие, помазание, оно пленило вас. Огонь Святого Духа пленил вас. Чтобы вы исполнялись Духом Святым. Чтобы вы входили в силе Божьей. Чтобы вы входили в Его мудрости. В Его любви. Чтобы вы были благословены. Божьей. 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 Твоё посещение, Твоё благодать, Твоё преобразование, Твоё преобразование. Твоё преобразование, Твоё преобразование. Твоё преобразование. останови по имя иисуса на пути проклятия останови его на пути смерти а останови на пути греха грехов по имя иисуса но это много шага дыма Я разрушаю все планы дьявола, я разрушаю все замышли сатаны по имени Иисуса, по отношению каждого молодого, по отношению каждого подростка, по имени Иисуса. Поехали! Поднимайте руки, молитесь! Молитесь, поднимайте руки, молитесь, молитесь на языках, сильно молитесь, кричите Иисус, Иисус, посвяти меня, Иисус, я жажду тебя, Иисус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! 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 Мы со стен, мы и все Сердца к себе взрывают Мы со стен, мы и все Три иисусы от Твоего и славы Мы со стен, мы и все Сердца к себе взрывают Мы со стен, мы и все Три иисусы от Твоего и славы Мы со стен, мы и все Сердца к себе взрывают Мы со стен, мы и все Три иисусы от Твоего и славы Мы со стен, мы и все Сердца к себе взрывают Мы со стен, мы и все Иисусы от Твоего и славы Иисусы от Твоего и славы Иисусы от Твоего и славы Мы со стен, мы и все Сердца к тебе взрывают Мы со стен, мы и все Сердца к тебе взрывают Мы со стен, мы и все Сердца к тебе взрывают Мы со стен, мы и все Иисусы от Твоего и славы 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова